Во внутренних войсках начался новый период обучения. Первое занятие было посвящено безопасности. Каждый командир, я считаю, должен заботиться о здоровье своего подчиненного, поэтому основной целью мы и считаем сохранение жизни и здоровья военнослужащих, чтобы эти солдаты, которые прибыли для прохождения службы во внутренние войска, прибыли домой живыми и здоровыми. Новый период обучения по традиции открывается торжественным митингом. Доварищ полковник, лично став 1-го деяния струкового батальона на торжественное открытие митинга, посвященное открытию учебного периода, построен. Командир батальона, подполковник Зык. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ полковник. Уважаемые товарищи военнослужащие, от лица Оршанского районного исполнительного комитета, Оршанского районного совета депутатов, и поздравить вас с началом учебного периода. Приятно совпало, что учебный период совпадает с началом Нового года, с Рождеством, поэтому со всеми у вас праздниками, которые отмечались в нашей стране, от всей души хочется пожелать, чтобы те знания, которые вы будете получать, они, скажем, пригодились вам не только во время воинской службы, но, в принципе, и в жизни. Хотелось бы, чтобы те военнослужащие, которые служат срочной воинской службе, чтобы остались на службу по контракту. И самое главное, то, что страна вам доверила оружие, доверила защищать, чтобы вы эту функцию с достоинством несли. Пользуясь тем, что здесь очень много молодых людей, вступающих в роды нашей армии, хочу отметить, что свободная жизнь молодого человека вот скоро смеется на строгую воинскую дисциплину. Помните, что будет вам выдано боевое оружие? Вот это оружие предназначено для защиты наше Отечество. Просто хочу поздравить, пожелать крепкого здоровья и успеху боевой и политической подготовки. Хочу от лица Оршанского районного комитета общественного объединения Белорусского союза молодежи поздравить вас с открытием учебного периода. Хочу пожелать вам успешной службы, чтобы вы не подводили своих начальников, и они не подводили вас в первую очередь. Будем рассчитывать на то, что вы будете активно сотрудничать с нами, потому что среди вас очень много молодежи, которую мы будем поддерживать и будем с вами сотрудничать в дальнейшем. На территории части было создано несколько учебных точек. Эти учебные точки нами продуманы и отработаны для того, чтобы солдат во всех аспектах своей жизнедеятельности смог соблюдать требования безопасности, начиная от выполнения задач боевой службы и при выполнении их хозяйственных работ. Занятия прошли по медицинской подготовке, безопасному поведению на водоемах, при проведении спортивных мероприятий и многому другому. Особенно зрелищны всегда занятия по безопасному обращению с оружием и взрывчатыми веществами. Оружие заряжено холостыми патронами. Патрон хоть и учебный, но, в принципе, если будет направлен на человека, то сами посмотрите, что может произойти. Пришел поздравить военнослужащих и отец Александр. Хочу вас поздравить с началом второго полугодия учебного. Учиться необходимо всем, не только детям, которые учат азбуки в виде, но и нам, взрослым, тем более учиться хорошему, доброму, мужеству, стойкости. Я бы с удовольствием приходил к вам на занятия, рассказывал бы и о Невском, и о Сувором этих великих руководств, которые до сих пор являются у нас примером. А пока хочу вас ограбить преченской водой, хотя преслогодней еще. Но будет время. И свеженькое ограбление, если будете звать. Спаси Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победы православным христианам над сопротивной даруя. И Твое, сохраняя, крестом Твоим жительство. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!